она злая я ее не достаю а она тебе откусит лицо можно вот вот эту можно вот эту это тоже злая можно вот этого да со мной они не злые но я не гарантирую что они на чужих руках чего-нибудь не выкинут поэтому я не даю тех змей в которых я не уверена а то он вам вцепится в нос повиснет а вы потом мне будете говорить что это самец мои совы полоза морфа баттер мод ли нет нет это еще маленький но то есть он уже половозрелый он уже стал отцом в прошлом и в этом году но он просто не очень крупный вот у него самку два раза крупнее его не сейчас такой бывает что самка крупнее потому что самку всегда лучше кормят лучше лелеют на будущее мать вот он немножко себе разодрал голову потому что за неделю до выставки он все еще в гоне все еще ищет себе самку и поэтому он роет субстрат пристраивается корягам пытается найти где же где же где же женщины где же вот себе разодрал макушку они классные желтая змея всегда классная это моисовый полос морфа благород на самом деле это линейная выведенная морфа изначально она называлась дифуст и когда очень сильный как бы ред фактор когда много красного морфа начинает называть благород морфа дифуст отличается тем что у них рисунок на боках практически полностью исчезает и сливается и получается такая красивая растяжка вот например здесь видно что пятна и не сливается они хорошо очерчены и боковые и верхние седла они читаются так в принципе это абсолютно по видам две одинаковые змеи но у них разные фенотипы разной генетики благород у нас в россии до сих пор довольно редкие хотя в общем-то уже можно купить но они до сих пор остаются довольно дорогими это самец моисовый полоса тоже морфа снова мод ли очень симпатичная белая змея хотя природный окрас у нее рыжая черно-коричневый и в этой морфе сочетаются 33 морфа в одной то есть это комбинированная морфа три гена это амилонист анеритрист и собственно морфа мод ли которая заставляет вот эти седла срастись вот в такие горошинки моис отличная для новичка змея подходит практически любому единственный минус в ней в том что многим они не нравятся кажется что они мелковаты не за что подержаться хочется что-то покрупнее поэтому но это единственный наверное какой-то вот минус который можно назвать многим кажется что это не серьезная змея то есть если заводить то надо что-то такой эффект на серьезное заводить там повесить на шею 30 килограммового сетчатого питона вот но мне кажется что он тоже очень симпатичный и поддержаться ей за что это почти двухлетняя самка морфа гост у нее называется это анеритрист то есть у этой змеи нету пигмента эритрина который отвечает за красный цвет красный оранжевый примоталась четко мне не хочет отпускать но нервные видно что они нервные обычно они прям обычно они лежат как просто лапти дома лежат неделю под корягой вообще их не вижу так они говорит что он кусается если чего я тебе его буду перебрасывать и ты его будешь ловить хорошо встаем да так это пещерный тонкохвостый полос или полосы ридлин вот он живет юго-восточной азии в карстовых пещерах и в природе питается 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 летучими мышами он ловит их в пещере прям на лету и там же их на весу ест в неволе его можно держать на крыси на крыси на птичьей диете вот про длину змея это хороший вопрос потому что не знаю его на самом деле всегда задают люди которые не содержат змея те кто содержит медленно не интересуется мы не знаем какая у тебя длина мы и они не мерили никого не эту змею никого из них ну примерно я думаю что здесь около метра 50 точно наверное есть может полтора есть может быть чуть побольше может быть метр семьдесят они вырастают крупнее на самом деле у нас их содержится группа одна плавозрелая пара это вот самец по моему еще две самки одна взрослая самка и маленькая самка подрастающая еще одна для него вот то есть в нашем питомнике сейчас содержится около семидесяти змей мы занимаемся этим уже третий год из этих семидесяти змей 11 различных видов и в основном у нас идет упор на моисового полоза у нас больше 25 морф моисовых полозов и мы собираемся в общем это количество увеличивать не 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 надо меня для того чтобы завести змею надо на самом деле определиться с двумя важными самыми как бы вопросами первый вопрос это готовы ли вы кормить змею грызунами птицей в общем мелкими кормовыми животными в общем если вы отвечаете на этот вопрос нет то змею вам заводить не надо это основное что может остановить человека когда он раздумывает какого питомца завести второй пункт нужно определиться какие змеи нравятся вот обычно спрашивают люди кого завести на самом деле есть очень много видов которые подходят для новичков она буквально там даже для детей там 8 там 10 лет хотя это не очень хорошо но под присмотром родителей тоже можно но на самом деле надо заводить ту змею которая нравится то есть вот мы содержим в основном полозов потому что нам симпатичны полоза многим они кажутся очень тонкими короткими маленькими люди такие должны заводить что-то покрупнее каких-то удавов битонов нужно многих выбирать кому-то наоборот очень нравятся древесники они выбирают себе ганезомы полите видов определившись с этими двумя вопросами можно уже дальше искать какую-то информацию в интернете в принципе ничего сложного содержание большинства змей нету с этим справится даже ребенок школьник